Здравствуйте, с вами был Игорь Негода. Игорь Негода. Украина, Ирак, Ливия, Югославия и другие. В этом контексте особое внимание необходимо уделить теме расширения НАТО, подрывающего систему международной безопасности. В результате нелегитимных, несправедливых действий коллективного Запада на рубеже XX-XXI века сформировалась новая геополитическая реальность. Привела ли гегемония США и однополярность к формированию справедливой системы международных отношений? Ответ очевиден – нет. Мы являемся свидетелями того, как США всячески пытаются сохранить свое былое лидерство, не допустить формирования многополярной системы международных отношений. Запад старается держаться за свои архаичные институты, не способные обеспечить суверенное равенство государств и интересы развивающихся стран. Методы управления в таких институтах глобального управления, как Всемирный банк, не отражают растущую роль развивающихся стран в мировой экономике, мировой политике. На замену этим институтам, архаичным институтам, приходят новые институты, такие как БРИКС. Все большее количество суверенных субъектов международного права стремятся стать участниками подобных равноправных объединений. Отмечу, что суммарный экономический, политический, демографический потенциал БРИКС существенно превосходит совокупную мощь стран Большой Семерки. Таким образом, формируются новые центры политической и экономической мощи. Подчеркну, что сегодня все больше стран заявляют о приверженности к полицентричному миру, который должен быть основан на принципах соблюдения норм международного права, равноправия, уважения прав народов, малых народов и наций. Такой переход, на мой взгляд, неизбежен. Безусловно, это не быстрый процесс, однако его объективное течение является бесспорным. Важаемые друзья, мы всецело разделяем позицию нашего союзника Российской Федерации, поддержали решение руководства России о проведении специальной военной операции. Власть на Украине захватили бандиты и неонацисты. На протяжении 8 лет они осуществляли теракты против русских на юго-востоке Украины. Хотел бы отметить, что в специальной военной операции принимают участие наши соотечественники. Добровольцы из Абхазии приближают достижение целей СВО. Наша республика рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений. Такой системы, где будет обеспечено уважение прав народов, в том числе малых народов, уважение их самобытности и исторической судьбы. Уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть, что Республика Абхазия поддерживает интеграционные объединения на постсоветском пространстве, реализуемые по инициативе и при поддержке Российской Федерации. Такие подходы зафиксированы в концепции внешней политики Республики Абхазия в Большом договоре между Республикой Абхазией и Российской Федерацией от 2014 года. Считаем, что активизация интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного союза суверенных государств в будущем. Народ Республики Абхазия прошел через испытания Отечественной войны 1992-1993 годов. Мы знаем, что такое с оружием в руках отстаивать право на жизнь и развитие в свободном государстве. На собственном примере Республика Абхазия столкнулась с политикой двойных стандартов, которая так широко применяется как западными странами, так и некоторыми международными организациями. С одной стороны, они реально защищают права Касавар, а с другой игнорируют права абхазского народа, имеющего тысячелетнюю историю государственности. Уважаемые друзья, хочу также подчеркнуть, что многополярность проецируется на международную экономическую систему, где происходит магистральная трансформация мировой валютной системы в том числе. Отмечается тенденция наращивания расчетов в национальных валютах, прежде всего имея в виду валюты развивающихся стран. Это еще одно ясное свидетельство того, что мир изменился, и эти процессы неизбежны. Уважаемые участники конференции, уверен, что такого рода дискуссии необходимы, и желаю вам плодотворной работы.